Всем привет, это K.K. Я знаю, это видео должно было бы выйти раньше, хотя бы в день, когда я его записываю, но у меня были сомнения насчёт того, что выбрать. Для этого в выпуске в прошлый раз все тайтлы были более-менее на одном уровне. В этот раз же был один просто взрывной тайтл, а остальные не совсем так, хотя бы они были неплохие, но по сравнению с тем тайтлом. Поэтому сегодня выделю два тайтла, которые мне понравились, и поехали. Итак, аниме, которое вызвало просто резонанс в обществе, в японском, по крайней мере. Эта новость, по-моему, была буквально везде. Люди начали тренироваться, держа себя в форме, и это клёво, ну, по крайней мере, для здоровья нации. Итак, One Punch Man. У меня уже было видео по One Punch Man, ну, знаете, такое первое впечатление от первой серии, которое меня не очень впечатлило. Не знаю, мне казалось, начнут сливать, но нет. В смысле, такую плевую вещь сложно испортить? По крайней мере, по сюжету всё шло отлично, что даёт огромный плюс просто, потому что вся суть One Punch Man в сюжете. Просто вы видели эту рисовку One-овскую, это же, особенно в начале, это же просто какой-то ад. Мне сначала не хотелось читать по этому оригинальную историю, потому что рисовка была просто ужасна. Я не буду много говорить о сюжете, потому что он более-менее сохранён. Если сюжеты не сохранили, то с некоторыми моментами был небольшой косяк. Особенно это заметный тот момент с Соником. Я не знаю, где-нибудь здесь поставлю эту гифку, и у меня где-то есть гифка, сравнивается вот этот момент в манге и в аниме. В общем, я куда-нибудь... Я надеюсь, никто не против, что я украду её и поставлю куда-нибудь... куда-нибудь. Виби на этот момент меня очень расстроил, потому что его можно было бы показать куда более круче. Я не знаю, как, но можно было. Он просто... То, что мне нравится, это вот этот момент... Я тоже куда-нибудь сюда поставлю, в общем. Я всё куда-нибудь сюда поставлю, потому что дописывает это всё словами. Но мне очень нравится вот этот момент с безлицензионным издаком. Просто видно, что бралась модель человека, как это называется, с которого прорисовывались движения. И это, в принципе, мне кажется, плюс. Понятно, что там не очень особо видно вот эту фигурку, она не очень детальная, но все эти движения... В общем, мне очень понравился этот момент, не знаю, прям меня зацепило. В принципе, мне не хотелось об этом тайтле говорить, просто потому что о нём очень много сказано. Потому что этот тайтл действительно произвёл фурор. Он достаточно оригинальный. И все персонажи очень оригинальные, немного карикатурные. Ну и, конечно же, юмор. Не знаю, почему-то мне эта манга оказалась смешнее. Может, просто потому что я уже знаю, чего ожидать. Но сейчас выходят спешалы, такие маленькие смешнявочки, зарисовочки, из которых я смеюсь больше, чем с основной экранизацией. Их смысл в том, чтобы они были смешнее. Я думаю, по-моему, патчманы должны делать и второй сезон. Материал есть, есть аудитория, я думаю. Поэтому можно продолжать стоить на рот. Мне не хотелось говорить много о нём, но у меня получилось много. Я знаю, что я обрежу половину, но всё же как-то многовато. Итак, следующий тайтл — это продолжение другого тайтла, который мне очень понравился. В смысле, другого. Это как бы один большой тайтл. Это «Бездомный бог», второй сезон. Мне понравился первый сезон. Он был милым, забавным, не без драмы, но там было меньше драмы, чем в этом сезоне. Я думаю, будет и третий сезон. Я, по крайней мере, надеюсь... Я, по крайней мере, надеюсь на это сделали, не такую интригу. И этот сезон повествует о прошлом Ята, о его конфликтах с Бешамон. Больше рассказывается про других богов, как там всё устроено. Здесь у нас больше экшена, больше драйва, как мне показалось. Прошлый сезон был более таким мягким. Здесь больше драмы. Некоторые сцены принесли мне боль. Менее милый тайтл получается, но из-за этого он не становится хуже. Наоборот, всё это делает его намного вкуснее. Если бы вы не сделали вот это в конце интригу, завязка, кульминация, развязка и вот эта вот интрига, всё спокойствие это поубавило. Ну и кроме драматичных и драйвовых моментов, были очень такие тёплые, замечательные. Не хотела же вспомнить. Наконец-то Ята получила свой храм маленький. Но слезу меня пробило в этот момент. Это так мило. И я не буду говорить об этом тайтле, вернее, об этом сезоне много, потому что это всё-таки продолжение, и оно будет дальше продолжаться. Продолжение будет продолжаться, что я несу опять. Надеюсь, все эти загадки, которые остались под конец в этом сезоне, раскроются в третьем и всё завершится. И если обычно вторые сезоны делают хуже, чем первый, здесь всё наоборот. Получился сезон намного ярче, по сюжету интереснее. Тем более раскрылись персонажи из первого сезона, на чём строится конфликт Бешамона и Ята, например. Когда всё точно закончится, возможно, я сделаю что-то красивое и большое, а возможно и нет. Мы будем загадывать на будущее. Итак, всего этого тайтла. Было ещё несколько тайтлов, которые мне понравились, но я не буду сюда их включать, потому что это, знаете, такая... Сцена сейчас 50 оттенков север-фадор, там, типа, больное блюдо. Я из тех, кто любит рандомный юмор, начиная от шуток про говно, заканчивая шутками про кавку. Пусть это будет такое... Те тайтлы, которые мне понравились, но оно вряд ли понравилось кому-то другому, потому что они были... мягко говоря, не очень хорошие. Я доведу к Хакадолу, в общем. Если вам хочется особо напрягаться, вы также любите рандомный юмор. Ну, это такой плохой очень рандомный юмор. Отсутствие сюжета, полное отсутствие сюжета. Просто чтобы что-то играло на бэкграунде. Почему нет? Красивая графика, но я не совсем понимаю, что это было. Вот, в принципе, идея сама была неплоха, но вообще не раскрыта. Импульс Валькирии... Всё-таки они здесь сконцентрировались не на сюжете, а на сиськах. Мне хочется верить, что задумка сама была намного глубже и намного интереснее, чем то, что получилось. В этот раз вот так вот, немного обо всём, и под конец ещё меньше. Но в любом случае, всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok